Отлично, значит 2.14 сегодня у нас несколько слов о выражениях тут. Вот, да, ну давайте. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о нем надо насудить духовно. Вот, а теперь то же самое 14.15 по переводу святителя Николая. Вот, поэтому мы видим, что звучит это в двух переводах по-разному. То есть слова Дух и Душа в современном переводе, в переводе святителя Николая переводятся по-разному. Почему святитель Николай перевел, например, Дух словом «син», а Душу «рэй», а Плоть, как там у нас? Плоть у нас, это у нас в третьем стихе, в первом стихе третьей главы. Значит, вот три этих выражения. Дело в том, что у апостола Павла прослеживается четкое учение, значит, о трехотомии, то есть трехчастном строении человека, который состоит из Духа, Души и Тела. Вот, независимо от перевода, вообще существовала такая богословская проблема, как увязать учение апостола Павла о трехчастном строении с выражением многих других святых отцов, которые жили позже, которые говорили только о душе и о теле, то есть о дихотомии, двухчастном строении человека. Не является ли это противоречием? Может быть, апостол Павел выдумал лишнее, и святитель Николай вот это слово «счин» придумал, и незачем его было бы придумывать. Вот, значит, проводились исследователями специальные исследования терминологии апостола Павла, терминологии других святых отцов. Так вот, оказалось, что такое противоречие, что некоторые говорят только о двух частях святых отцов, а апостол Павел о трех, является лишь мнимым. Дело в том, что вот этот термин «дух» у других отцов просто по-другому именуется. Например, один из самых известных аскетических авторов, Макарий Египетский, называет «дух умом», вот по-гречески «нус». Но, в принципе, и в своих текстах он говорит о уме, душе и теле. Но это ум не в нашем понимании. Сейчас я объясню, что это означает по Макарию. Вот, другие святые отцы и этого термина не использовали, но использовали, как бы, неопределенное выражение, нечто владычественное в нашей душе, то есть некий царь в нашей душе. И вот Макарий Египетский говорит, что, объясняя свой термин «ум», что он имеет в виду, он говорит, что это как возница на колеснице. То есть душа является колесницей, но есть тот, кто управляет душой. И вот это как раз ум, или владычественный, или дух по апостолу Павлу. Это понятие достаточно сложно выразить, поэтому разные отцы пользуются разной терминологией. Почему? Потому что вот это понятие «дух» или «ума» не совпадает с понятием рассудка, то есть это не просто мыслительная деятельность. Это нечто другое, нечто, что действительно господствует в нашей душе. И для чего потребовалось вообще вводить этот термин? Ну, самый простой пример – это животные. Никто из нас не сомневается, что и кошки, и собаки обладают эмоциями, какими-то чувствами, привязанностью к хозяину и так далее. Это все невозможно свести только к чистому функционированию тела. Понятно, что это какая-то душевная составляющая. То есть мы можем говорить, что у животных есть душа. Но животное отличается от человека. Чем? Тем, что в душе человека есть некая возница, некое око, некий глаз, который управляет душой. Да, ну, можем сказать, что они тоже думают, да, например, вороны хитрые или корыцы. То есть какая-то мыслительная деятельность есть. Поэтому это не совпадающие понятия. Вот. Поэтому если рассматривать на сопоставление животного и человека, то можно сказать, что и человек, и животное имеют плоть. То есть все, что относится к плотской жизни – это питание, это размножение и так далее. Вот, забота о собственном теле. То есть это абсолютно совпадающая вещь. Второе – это душа. Безусловно, душа человека более сложная, чем душа животного. Однако все проявления эмоций, чувств, ну, допустим, потребность в игре, в музыке, в развлечениях и так далее. Все, что относится к эмоциональной сфере, к сфере мыслительной, вот, все это относится к области душевного. То есть у человека может быть посложнее устроено, но в принципе это совпадает с тем, что есть у животных. Вот. И, наконец, дух – то, что отличает человека от животного. К области духа относится все, что стремится к Богу, то есть потребность в богообщении, в богопознании. Вот это относится к области духа. Этим не обладает никто, как человек. Кто кроме человека? Кроме человека, да. Вот. Это не является частью божественного в человеке. Поэтому святой Николай, чтобы, во-первых, дать понятие о том, что существует вот такое понятие дух в православии, значит, вот придумал вот такой знак. Камис с кружком. То есть это обозначает, что это не Бог. То есть это не часть чего-то божественного. Потому что мы в общении православной церкви все, и дух, и душа, и тела – это тварные вещи. Они сотворены Богом. Но дух тяготеет к Богу. То есть это та часть, которая как бы надает вектор жизни человека. И в нормальном, безгрешном человеческом строении дух является господином над душой и над плотью. То есть он направляет все эмоции, все чувства, все наши потребности в правильном направлении. В греховом человеке это владычество разрушено. Там господствует либо душа, либо плоть, но не дух. Но вот дух, то есть вот назначение духа, и место духа – нормальное устроение человека. И поэтому апостол Павел говорит не о вполне очевидных вещах, что мы знаем, что есть душа и тело, как бы это то, что перед глазами всех, а о правильном устроении человека. Поэтому в текстах апостола Павла противопоставляется не душа и плоть, а дух с одной стороны, а с другой стороны душа и плоть. Поэтому в некоторых выражениях апостола Павла это взаимозаменяемые понятия душа и плоть. Душевный человек и плотской человек часто апостол Павла означает одно и то же. То есть это говорит о том, что человек неправильно устроен. То есть у него в его жизни возглавенствовало либо душевное начало, эмоциональное, либо плотское, чувственное, но никак не дух. То есть вот это и объясняет сложность выражения апостола Павла. На самом деле этой сложности никакой нет, но вот вы должны понимать, что апостол Павел говорит не о просто как бы отвлеченном устроении человека, душа и тело, а о правильном устроении. То есть резюмируя в самых простых словах, духовный человек это безусловно праведник, поскольку его жизнь устроена правильно, он живет духовно. Душевный человек и плотской человек это грешники, просто в разной степени грешные. То есть у кого-то, кем-то обладают одни страсти, кем-то другие, вот, разные грехи. Но в принципе вот такое противопоставление. Духовный человек это правильный человек, душевный и плотской это грешные люди. Вот, ну надеюсь, теперь можем начитать дальше. Итак, 14 стих. Давайте посвятитель Николай еще раз его прочитаем. Итак, мы сказали, что душевный человек это грешный человек, то есть человек ведущий неправильный образ жизни, неправильно устроенный, потому что в нем душа обладает духом. Так вот, по мысли Феофана Заворника, что конкретно здесь имеет в виду апостол Павел? Душевный человек это тот, кто хочет все познать своим умом. Вот, и только тот признает истинным, что ему кажется таковым. Вот, таким образом из этого толкования можно понять, что душевными людьми могут быть названы и философы, и великие ученые, и сколь угодно умные люди, померзки умные, но те, которые не принимают откровения от духа. Те, кто не крещены, те, кто не имеют глубокого духовного просвещения, не ведут жизнь по заповедям Христом. И для этих людей, как пишет апостол Павел, все, что открывается от духа Божия, кажется безумием, потому что они не готовы принять, они не хотят это принять. Для них это безумные вещи. Вот, поэтому наличие рассудительности ума еще не говорит о духовности этого человека. Но духовность судит о всем, а о нем судить никто не может. 15 стих. Вот, здесь апостол Павел сопоставляет кругозор духовного человека и душевного человека. И ясно отмечает, что душевный человек не может, в принципе, понять духовную ни с какой стороны. То есть, поскольку для него это совершенно неведомые области. Наоборот, для духовного человека душевный понятен, потому что дух стоит над душой. Поэтому, как говорит Иоанн Платоуст, мы знаем и свое, и все то, что относится к неверным. А они нашего не знают. Вот, и апостол Павел в следующем, 16 стихе, объясняет, что это не просто какая-то гордость христианская, что мы знаем больше, но это имеет под собой реальное основание. Так вот, апостол Павел объясняет, что причина того, что никто из душевных людей, духовного человека, понять не может, в том, что в духовном человеке есть ум Христов. Не то, что как бы не тварный ум Христова, или не то, что мы знаем, что знает Христов. Безусловно, человек не может знать того, что знает Бог во всей полноте. Но что в христианах есть христовое расположение, христовая сила, христового плана. То есть, чем жил Христос, это передается и христианину, через крещение и через жизнь по заповедям. И поскольку все, что относится к области духовного и божественного, в принципе, превосходит возможности человеческого понимания, то для этого понимания нужна специальная сила. И вот апостол Павел именует ее здесь умом Христовым. И благодаря именно уму Христовым можем познавать таинственные, находящиеся выше человеческого разумения области. Безусловно, одно лишь крещение, если не жить после крещения по заповедям, не дарует такого знания. Но если человек после получив крещение старается исполнять заповеди, то Господь открывает, можно иными словами апостол Павла перефразировать, дает ему особое ведение. И это не только мысли апостола Павла. Христос сам говорит об этом. Давайте сейчас прочитаем соответствующую цитату. Итак, это 15 глава Евангелия от Иоанна, 14-15 стихи. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что услышал от отца моего. Безусловно, эти слова относятся не только к ближайшему кругу учеников, к которому это было непосредственно сказано во время Тайной Вечери, но и относятся ко всем христианам. Всякий, кто исполняет заповеди Христовы, того Христос называет своим другом. Соответственно, кто не исполняет заповеди Христовы, тот другом назвать не может. Поэтому только другу сообщается полное ведение, раб же полного ведения не имеет. Поэтому крещение – это, безусловно, необходимая ступень. Но если на этом остановиться, то, безусловно, никакого ведения человек получить не может. Если человек будет дальше жить по тем быстростям, пока ему жил до крещения, то ведение не будет получено. Это нужно, конечно, понимать. И апостол Павел, чтобы показать, что не сразу после крещения человек автоматически, магически становится всеведущим, всезнающим, в следующем стихе об этом начинает говорить. О постепенности. «И я не мог говорить своими братьями как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Первый стих. Таким образом мы видим, что апостол Павел говорит, что «я не мог говорить своими братьями, то есть они братья, то есть это не язычники, это крещеные люди, это община каримская, к которой он обращается, но вы еще не духовные, вы еще плотские, то есть вы до Духа не доросли, до того, о чем я говорил перед этим, до ума Христова вы не доросли, вы еще плотские. Но здесь нужно понимать, что плотские, здесь у него не как грешники понимаются, здесь он сам поясняет, что он имеет в виду плотскими, как с младенцами во Христе, то есть плотяность греховная и плотяность людей во Христе отличается. То есть вы еще младенцы, вы еще новорожденные, вы еще ничего не можете. Поэтому здесь он такой нюанс вводит, что здесь не о греховном состоянии, а о ступенях возрастания говорится. Вот младенчество в меру полноты возраста. В то же время нельзя сказать, что то противопоставление, которое здесь апостол Павел приводит, является абсолютно нейтральным. Вот безусловно, он подчеркивает, что по собственному нерадению вы все еще плотские, а не духовные. Потому что с момента посещения Коринфа до момента написания первого послания Коринфян прошло почти пять лет. За эти пять лет и община создалась, и руководители этого общины были. Однако апостол Павел называет их все еще плотскими, младенцами. То есть вот пять лет, а вы все еще в младенчестве. Почему? Потому что вы еще не отрешились от плотского и душевного образа мышления. Напоминаю, что темой первых четырех глав является обличение тех разделений, которые возникли среди коринфских христиан. И они, об этом чуть позже я буду говорить, то есть они являются как раз знаком того, что у вас не дух живет, а все еще плотские или душевные мысли. То есть он здесь на это тоже намекает. Вот, но об этом мы будем читать в следующий раз. А пока я хочу просто вот что еще привести. Иоанн Златоуст, размышляя по поводу этого стиха, вообще задается вопросом, как же так? Ведь апостол Павел, например, в начале послания говорит о том, что коринфские христианы исполнили всевозможных даров Святого Духа. А теперь он называет их плотскими. Это не противоречие. И Иоанн Златоуст отвечает, что нет, не противоречие. Он говорит так, что часто бывает так, что и через недостойных людей, например, совершаются чудеса, причем удивительные чудеса. Например, он говорит, что, например, будущее открывалось во сне даже фараону или Новоходоносору. Каиафа, который приказал распять Христа, пророчествовал, хотя делал это, в общем-то, и не по своей воле. Так вот, он говорит о том, что часто бывает так, что даже через недостойных совершаются какие-то чудесные действия. Однако это совершается не для их пользы, а для пользы окружающих. Что он имеет в виду, сейчас еще раз скажу. Сам Господь говорит поразительные вещи, что само по себе наличие чудес, даже воскрешение мертвых, изгнание бесов, пророчества, еще не является знаком того, что человек угоден Богу. Давайте прочитаем соответствующее место. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 по 23 стихи. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Поэтому то, что совершает человек, может служить к пользе окружающих, но и самому не приносит никакой пользы. И Иоанн Златоуст делает применение вообще к некоторым очевидным вещам. Он говорит так, что начальники бывают злые и невоздержанные, а подчиненные добрые и воздержанные. Миряне живут благочестиво, а священники порочно. И дальше он говорит, если бы благодать всегда искала только достойных, то не было бы ни крещения, ни совершения тела Христова, то есть Евхаристии. Но теперь Бог действует через недостойных. И благодать крещения нисколько не терпит вреда от жизни священника, ибо иначе и преимуще терпел бы вред. И дальше он говорит, хотя это бывает редко, однако бывает. Говорю это для того, чтобы кто-нибудь из предстоящих, наблюдая за жизнью священника, не соблазнялся касательно совершаемых им таинств. Человек ничего не приносит в них от себя, но все это дело силы Божьей. Он действует на вас в таинствах. Вот так говорит Антон Павлович. Вот, поэтому то, что апостол Павел здесь говорит, младенцы, но в то же время имеете дарование, противоречия не является. То есть младенцами они остаются по собственной воле. Но Господь, тем не менее, для других через них действовать может. На этом все. Позвоните.